Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я посоветую вам одну штучку, которая в значительной степени увеличит эффективность такого приема сохранения и повышения плодородия почвы, как сидерация. Сидераты мы высеваем после того, как убрали урожай и не планируем там высевать какие-то повторные последующие культуры. Хотя я рассказывал о том, что можно сеять в июле, в августе, но многие, конечно, предпочитают засеять сидератами почву и надеются на то, что плодородие почвы увеличится и сохранится. В принципе, это правильно. Земля не должна пустовать. И после таких культур, например, как чеснок, лук, другие растения, которые выносят достаточно много питания из земли, надо дать ей немножечко отдохнуть. Но для того, чтобы она действительно отдохнула, для того, чтобы плодородие действительно накопилось, необходимо сделать одно очень важное мероприятие. Среди элементов питания, которые очень активно выносят чеснок, да и другие овощные растения из почвы, это фосфор. И фосфаты являются достаточно трудно усваиваемыми для наших овощных растений. Так вот, одна из функций сидератов состоит в том, что надо эти фосфаты сделать высоко доступными для последующих растений. Одними из лучших фосфатомобилизирующих растений являются рожь и также является гречиха. Это, можно сказать, ну самые главные фосфатомобилизаторы. Также хорошую фосфатомобилизацию делают крестоцветные сидераты. Такие, например, как редька масличная или же горчица или рапс. Можно озимый, можно яровой. Теперь сеять, в принципе, все равно. И вот, если вы на участке после чеснока не планируете высаживать капустные растения, то без проблем горчица, редька масличная, рапс могут быть вполне высеяны. Рожь является универсальным сидератом, независимо от того, какие растения впоследствии будут там расти. Гречиха точно так же. Ну, фацелия, она тоже хорошо мобилизует вот эти труднодоступные элементы питания. Но вы про фацелию не должны забывать в силу того, что она является как сидерат осенний-поздним медоносом и подкармливает пчелок и диких, и культурных, и других опылителей. Это задача садовода-огородника обязательная. Любого, кто заботится о природе и о своем участке. И вот эта связь между фосфат-мобилизацией и выносом фосфора, она является прямейшей. До того, как вы начнете сеять сидераты, в обязательном порядке внесите фосфорные удобрения. Можете вносить минеральные. Самый дешевый суперфосфат выбирайте и вносите. Особенно в простом суперфосфате довольно много серы, сульфатов. И по этой причине, из-за того, что и капустные растения, и луковые растения забирают из почвы много сульфатов, самый простой суперфосфат будет вполне уместен как удобрение. Берите, те, кто органику предпочитают, берите ископаемую, фосфоритную муку необработанную. Берите костную муку. Ну, то есть, труднодоступные формы фосфорных удобрений. Они, как правило, дешевле, чем монофосфат, калия, ну или какие-то более лёгкодоступные формы. И обязательно насыщайте почву вот этим вот фосфором, а потом высевайте сидераты. В этом случае эффективность сидератов повышается многократно. Кроме того, я уверен, что никто из вас не валил в конце сезона выращивания того же чеснока, других растений, большие дозы азота. А ведь сидераты, чтобы они хорошо сработали, им обязательно нужен тоже азот. Поэтому аммонизированные формы фосфорных удобрений, например, суперфосфат аммонизированный, или же там нитрофоска какая-нибудь, нитрофос, нитроамофос, то есть, чтобы ещё азотика там чуть-чуть было. Такие вот комбинированные формы являются более чем удачными. Вы можете сейчас вносить и хлорцодержащие даже удобрения под посев сидератов. Многие сидератов, вот мною названы, они достаточно толерантны содержанию хлоридов, и вполне эти осенние удобрения уже могут туда вноситься. И одно из странных удобрений, 16 на 16 на 16, хлорсодержащих, которые содержат очень много азота и в то же время много хлоридов, и которое весной вносить, ну, довольно странно под овощные растения, является наиболее уместным сейчас для внесения под сидераты. В сидераты весь этот минеральный азот свяжут, превратят его в органически связанные соединения, и, что очень важно, сохранят в почве для последующей культуры, для того, чтобы мы туда не высаживали после сидератов, этот азот вернется, но уже в органически связанной форме, и будет медленно разлагаться микробиками, и медленно, то есть именно так, как и надо, отдаваться нашему урожаю. Поэтому очень важно сейчас взять как минимум фосфорное удобрение и как максимум удобрение 16 на 16 на 16, и обязательно приудобрить, ну, или любое осеннее, которое вам доступно. Только выбирайте, пожалуйста, дешевое. Не выбирайте дорогие смеси, там, кристаллоны. Это абсолютно не нужно. Выбирайте самые дешевые формы. И обязательно перед сидерацией внесите их. Это не столько кормление сидератов, хотя и сидератов тоже, сколько вот это благоприятное обогащение почвы и превращение минералки в органику для последующего урожая. Вот запомните, это очень важное обстоятельство. У нас чеснок сейчас освободил в первой нашей грядке. Вот теперь так и сделайте. Обязательно внесите эти удобрения и тогда засевайте любые сидераты в зависимости от того, какую культуру вы там будете высевать. Универсальные я вам уже назвал. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.